Современный человек живет в условиях многозадачности и здесь, к сожалению, без стресса не обойтись. Как снять стресс? На мой взгляд, самой популярной техникой является изотерапия. И сегодня мы в гостях у Надежды Большаковой, которая познакомит нас, я очень надеюсь, какой-то новой техникой в этом стиле, в этом направлении. Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте! Есть ли у вас наблюдения, какими приходят к вам люди перед тем, как они садятся рисовать и какие они уходят? Да, конечно, всегда уходят при поднятом настроении, потому что получают удовольствие от самого процесса и, конечно же, от результата. Вот изотерапия – это обычное рисование или здесь есть какие-то другие методы, которые вы применяете? Изотерапия – это одно из направлений сейчас уже популярной арт-терапии. И ранее арт-терапия являлась методом психологии. Сейчас же она распространяется и на другие помогающие специальности. Пользуются и учителя, и воспитатели, и также просто проводят в коллективах для сплочения, например, людей. Есть такая техника, как тимбилдинг, то есть совместное творчество. Сегодня мы познакомимся с техниками, которые вы можете использовать в повседневной жизни дома самостоятельно. И с детьми, наверное, да? Да, с детьми тоже можно. Это поиск ресурса себе. Очень интересно и всем нам нужно. Да, сейчас многие говорят так, что я не в ресурсе, да, или мне не хватает ресурса. На самом деле ресурс в нас есть всегда, потому что ресурс – это внутренний источник энергии. Но почему-то все думают, что это берется откуда-то, да, это нужно где-то взять. На самом деле это просто утраченная связь с самим собой, с внутренним миром. И нужно лишь вспомнить те состояния, когда вы чувствуете себя хорошо и комфортно. Что называется на подъеме. Итак, будем возвращаться в ресурсное состояние. Для начала я хочу провести диагностическую технику. И вы сейчас тоже можете взять листок, ручку, карандаш. Если нет под рукой цветных материалов, да, можно даже простым карандашом поработать. Техника называется часы. Часы. Нам нужно изобразить будильник. Вот просто как вам пришло в голову, как вы для себя представляете будильник. И начинаем его изображать быстро. То есть сначала у нас есть контур. Давайте просто контур. Это нужно красками мне изображать? А можете красками, можете карандашом, можете ручкой. Давайте мне карандаш ближе. Так, допустим, изображаем какой-то контур. Может быть у вас это круг, может быть квадрат. Какой будильник вы себе представляете? Почему-то зеленый, желтый рисует. Пробуйте другой. Давайте поярче. Вот вы создали какую-то форму. И теперь начинаем рисовать. Вот как вы себе представляете будильник? С чего вы начнете? Я думаю, он у меня на будильник. Если это будильник. Ну вот такой будильник у меня получился. Хорошо. А теперь вспомните, с чего вы начали рисовать. Я нарисовала круг и ножки. Круг это у нас основа. Ее мы во внимание не берем. Вот что следующее вы начали рисовать, это для вас сейчас очень важно в плане энергии. Не зря вы нарисовали глазки и ротик, потому что это как бы наш образ. Вот. И на сколько нам хватает энергии, и с чем нужно поработать. Если вы начали рисовать с ножек или с опоры, то для вас очень важно сменить обстановку. Возможно, просто поменять локацию, отправиться куда-то в небольшое путешествие, может быть даже просто на дачу или в гости. Вот. Если вы начали рисовать со стрелок, стрелки показывают нам время. То человеку, скорее всего, сейчас недостает упорядоченности в режиме дня и очень много событий. То есть насыщенные дни человеку кажется, что ему не хватает времени. Это если стрелки после рисования корпуса. Первый нарисовали. Если рисуется звонок, то человеку, скорее всего, требуется сменить вообще род деятельности, либо какой-то аспект в деятельности поменять. А если цифры? Если цифры, то нужно распределить, вот как раз таки прописать режим дня, как мы в детстве делали. Чтобы все успевать, потому что говорят, что организованный человек меньше устает, чем неорганизованный. Как раз таки из-за тревожности, беспокоиться, что-то не успеть, что-то забыть. Вот еще стрелки показывают нам на уровень энергии. Если ваши стрелки направлены вверх, то ресурса у вас сейчас достаточно. Если, например, обе стрелки вниз, то это говорит о том, что ресурс на грани исчерпания. А если как у меня? Одна сюда, одна вверх. Одна сюда, одна вверх. Вот что-то для вас. Вот у вас 9 утра. Ну, это время, в которое я хотела бы просыпаться. Но не получается, потому что, опять же, многозадачность. Приходится вставать раньше. Вот. Значит, нужно подумать, как можно что-то изменить в своей жизни, чтобы просыпаться попозже, либо раньше ложиться спать, чтобы успевать выспаться. Хорошо, понятно. Итак, диагностика прошла. Диагностика прошла. Что дальше? Так, сейчас мы возьмем другую листочку, будем выполнять другие техники. Кстати, я вернусь еще к нашему будильнику. Важно ли, какой цвет, какой карандаш я взяла? Ну, цвет тоже важен. Зеленый у нас в арт-терапии считается, что этот цвет гармонии. Как раз таки. Своим будильником все в порядке. Да. Спасибо. Ну, а вообще желательно спрашивать, что для человека означает цвет. Потому что все мы разные и нельзя всех мерить под одну гребенку. Для каждого это свое. Итак, следующая ступень. На пути к пробуждению ресурса. Мы можем вспомнить, да, такая как бы немножко медитативная техника, но можно даже не закрывать глаза. Просто достаточно вспомнить, когда вы в своей жизни, вот самый такой запоминающийся момент, когда вы были на пике своей энергии, например, одержали какую-то победу или получили какой-то подарок. То есть у вас было состояние радости, воодушевления, вдохновения. Вспомните вот такое событие в своей жизни. И когда мы вспоминаем, наш мозг уже настраивается на те энергии. То есть рисовать ничего не нужно получается? Или все-таки нужно что-то? Да, это тоже, да. Это уже ресурсирует. Уже ресурсирует. Но если еще подумать, вот как это состояние, где оно у вас, прочувствовать, да, где оно в теле и как оно выглядит, на какой образ оно похоже, как бы вы его изобразили. Можно тоже для себя сделать такую зарисовочку, оставить где-то на видном месте, чтобы вам напоминало о вашем ресурсе, о том состоянии, в котором вы пребывали тогда. Надежда, но это еще не все техники, еще есть какие-то секреты, раскрывайте их. Ну да, ресурсных техник таких очень много. И давайте еще, может быть, тогда парочку расскажу вам. Есть такая техника, как цветок. Итак, мой рисунок готов. Надежда, трактуйте. Вы нарисовали 6 лепесточков. Лепестки в цветке – это ваше положительное качество, которое вы себе цените. Нужно их прописать. Хорошо. Иногда люди рисуют очень много лепестков и говорят, что у меня нет таких хороших качеств, да я вообще такой плохой. Но потом, как ни удивительно, начинают заполнять и полностью прописывают все лепесточки. То есть в лепестках нужно написать свои качества. Да. Что еще можно сказать о моем цветке? Листочки – это те люди, которые… Написать имена людей, у которых вы можете попросить поддержки в какой-то трудной ситуации для себя. Облачка – это у нас наши занятия и хобби, которые также приносят нам радость и энергию. У меня целых 5 штук. Да. А теперь смотрите, ствол – это наша внутренняя опора. Вот. И можно тут посмотреть, да, если хочется что-то исправить, добавить, можно это сделать на рисуночке. Угу. Вот. И также корни. Вот. У вас такая прям мощная корневая система. Это связь с родными. Вот здесь нужно прописать родственников. С кем конкретно. Да. С которыми конкретно вам приятно общаться. Вот. И так мы вспоминаем, да, откуда мы можем черпать энергию. И этот красивый рисунок на видное место с семенами близких, родных, друзей, увлечений. И каждое утро упираемся взглядом в 9 утра, упираемся взглядом в этот листок и черпаем ресурс внутри себя. Отлично. Отлично. Есть ли еще какая-то техника? Есть еще. Очень. Мне понравилось, я хочу все техники использовать. Очень хорошая техника называется комната души. Нужно изобразить себя, но в виде комнаты. И все, что внутри этой комнаты, это ваши какие-то занятия, увлечения, ваши мысли, все на что вы тратите свою энергию. Подождите, как шкаф может быть моим увлечением, если я нарисую в комнате шкаф? Это же логично. Вы можете для себя решить, что шкаф для меня это, например, работа. Стул это тоже. То есть условно назвать, я правильно понимаю? Образно, да. Зарисовываем комнату. Форма может быть любая, могут быть стены, может быть полукруг. Окно. Потолок, да. Все, что хочется, все, что приходит в голову, рисуем. Можно даже просто зарисовать, например, какой-то шкаф. Кровать, стул, стол. А потом уже прописать, что это для вас в вашей жизни. Ну, допустим, да. Не знаю, что это. Диван, может, какой-то. Вот. И прописать, что это, какие занятия. Может быть, это работа, может быть, хобби, может быть, какой-то... И как я здесь найду ресурс? Ваш личный увлечение, спорт или что-то. А здесь ресурс в другом. Здесь очень интересная техника в том, что... Знаете, наверное, да, когда говорят, не хватает энергии, нужно почистить пространство. На физическом плане мы делаем это в своей квартире, в офисе. Там кто-то, да, мужчины в гараже могут навести порядок, выкинуть все лишнее, прибраться. Может быть, приобрести что-то новое и изменить обстановку. А здесь, как с рисунком? А здесь, вот, когда рисунок будет готов, вы прописываете, например, какие-то мысли, да, которые заполняют ваше время. Часто они бывают ненужными, часто бывают действия, которые связаны не со своими целями и задачами, а с чужими. И сюда мы рисуем все, что заполняет наше время. Когда вы смотрите на рисунок, вы увидите, что, например, мне не нравится, да, что здесь вообще этот диван стоит. И вы можете его закрасить, убрать и понять для себя, что вам мешает, что вам не нравится в вашей жизни и что забирает вашу энергию. И также понять, что вам, наоборот, нравится и что вас наполняет. И что-то добавит еще, да? Да, и что-то новое добавит, что вам хочется и понять, что это может быть для вас. Может быть, вам хочется петь, и вы вдруг нарисуете здесь где-то микрофон, да? Или вам хочется рисовать, и вы добавите на стену картину. Хочется, например, заниматься спортом, и вы вдруг взяли, нарисовали гантели, да, или что-то. Вот, вы так поймете, что вам сейчас не хватает в вашем пространстве, жизненном именно, в вашей душе не хватает. С предметами все понятно, но вот мне очень нравится абстракция. Каким-то образом, с помощью абстракции я могу найти ресурс? Вы можете выразить свое текущее состояние и потом исправить его желаемое. С помощью красок? Можно с помощью красок. Или с помощью цвета, да, я правильно понимаю? Можно с помощью цвета и формы, что угодно. Можете также, да, нарисовать образ, опять же, какого-то цветка. Допустим, вот я сейчас вижу себя таким цветком, но хотела бы я быть вот таким. Например, нарисовали, не знаю, колючку какую-то, а хочется-то розой быть. Берете просто и исправляете этот цветок. Как хорошо. А потом распускаетесь в жизни. Да. Спасибо огромное, Надежда, замечательной практики. И самое главное, что они не сложные. Можно сесть и рисовать столько, сколько душа просит. Попробуйте и вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова